Приехав в Москву, Яворовский остановился в незаметных номерах в переулке возле Арбата и жил томительно за Творником, от свидания до свидания с нею. Была она у меня за эти дни всего три раза, и каждый раз входила поспешно со словами «Я только на одну минутку». Что-то подозревает, что он даже знает что-то. Может быть, прочитал какое-нибудь ваше письмо? Подобрал ключ к моему столу? Я думаю, что он на все способен при его жестоком самолюбивом характере. Раз он мне прямо сказал «Я ни перед чем не остановлюсь, защищая свою честь, честь мужа и офицера». Теперь он почему-то следит буквально за каждым моим шагом, и чтобы наш план удался, я должна быть страшно осторожна. Он уже согласен отпустить меня. Я ему внушила, что умру, если не увижу юга моря. Но, ради бога, ради бога, будьте терпеливы. План наш был дерзок. Уехать в одном и том же поезде на Кавказское побережье и прожить там в каком-нибудь совсем диком месте три-четыре недели. Я знал это побережье. Жил когда-то некоторое время возле Сочи. Молодой, одинокий. И на всю жизнь запомнил те осенние вечера среди черных кипарисов. В Москве шли холодные дожди. Похоже было на то, что лето уже прошло и не вернется. Было грязно, сумрачно. Улицы мокрые черно блестели раскрытыми зонтами прохожих и поднятыми, дрожащими на бегу верхами извозчичьих пролеток. И был темный, отвратительный вечер, когда я ехал на вокзал. Все внутри у меня замирало от тревоги и холода. По вокзалу и по платформе я пробежал бегом, надвинув на глаза шляпу и уткнув лицо в воротник пальто. В маленьком купе первого класса, которое я заказал заранее, шумно лил дождь по крыше. Я немедля опустил оконную занавеску и, как только носильщик, обтирая мокрую руку о свой белый фартук, взял на чай и вышел, запер дверь на замок. Потом чуть приоткрыл занавеску и замер, не сводя глаз с разнообразной толпы, взад и вперед сновавшись вещами вдоль вагона в темном свете вокзальных фонарей. Мы условились, что я приеду на вокзал как можно раньше, а она как можно позже, чтобы мне как-нибудь не столкнуться с ней и с ним на платформе. Теперь им уже пора было быть. Я смотрел все напряженнее. Их все не было. Ударил второй звонок. Я похолодел от страха. Опоздало или он в последнюю минуту вдруг не пустил ее. Но тотчас вслед за тем был поражен его высокой фигурой, узкой шинелью и рукой в замшевой перчатке, которой он, широко шагая, держал ее под руку. Я отшатнулся от окна, упал в угол дивана. Рядом был вагон второго класса. Я мысленно видел, как он хозяйственно вошел с нею вместе, оглянулся, хорошо ли устроил ее носильщик, и снял перчатку, снял картуз, целуя ее, крестя. Третий звонок оглушил меня. Тронувшийся поезд поверг в оцепенение. Поезд расходился, мотаясь, качаясь, потом стал нести ровно на всех порах. Кондуктору, который проводил ее ко мне и перенес ее вещи, я ледяной рукой сунул, десятирублевую бумажку. Войдя, она даже не поцеловала меня, только жалостно улыбнулась, садясь на диван и отцепляя от волос шляпку. «Я... я совсем не могла обедать», — сказала она. «Я думала, что не выдержу эту страшную роль до конца. Ужасно хочу пить. «Дай мне Нарзану», — сказала она, в первый раз говоря мне «ты». «Я убеждена, что он поедет вслед за мною». «Я дала ему два адреса — Геленджик и Гагры». «Ну вот, вот он и будет дня через три-четыре в Геленджике». «Ну, бог с ним. Бог с ним лучше смерть, чем эти муки». Из Геленджика и Гагр она послала ему по открытке, написала, что еще не знает, где останется. А потом мы поехали вдоль берега к югу. Мы нашли место первобытное, с заросшее чинаровыми лесами, цветущими кустарниками красным деревом, магнолиями, гранатами, среди которых поднимались веерные пальмы, чернелики-парисы. Мы уходили на берег совсем пустой, купались, лежали на солнце до самого завтрака. После завтрака, в знойном сумраке нашей хижины под черепичной крышей, тянулись через сквозные ставни горячие, веселые полосы света. Когда жар спадал, мы открывали окно, и часть моря, видная из него между кипарисов, стоявших на скате под ними, имела цвет фиалки и лежала так ровно, мирно, что, казалось, никогда не будет конца этому покою, этой красоте. На закате часто громоздились за морем удивительные облака. Они пылали так великолепно, что она порой ложилась на тахту, закрывала лицо газовым шарфом и плакала. Еще две-три недели, и опять Москва, опять он. А он искал ее. Искал в Геленджике, в Гаграх, в других местах. На следующий день по приезду в Сочи он купался утром в море. Потом побрился, надел чистое белье, белоснежный китель, позавтракал в своей гостинице на террасе ресторана, выпил бутылку шампанского, не спеша выкурил сигару и, возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов. Редактор субтитров А.Семкин